Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о социологических научных исследованиях и их пользе для применения в нашем обществе. У нас в гостях главный научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра Digital Social Research, кандидат социологических наук Леонора Столярова. Я рада вас приветствовать в нашей студии. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 522449 или прислать вопросы на номер WhatsApp, плюс 737-235-1034. Так, еще раз, добро пожаловать к нам в студию. Мне всегда очень приятно, когда вы приходите к нам в гости, поскольку мы поднимаем очень, скажем, такие злободневные проблемы именно с научной точки зрения. Поскольку мы понимаем, что науке подвластно практически все, то есть исследования даже каких-то настроений в обществе, социология – это уникальная наука, на мой взгляд. И всегда очень интересно послушать о том, какие исследования происходят у нас в Международном научном центре. И, в принципе, можно сказать, что этот центр уникальный, и для нас это очень, в целом, интересное такое место, где творится волшебство буквально. Ну, вот начать хотелось бы, конечно, с не очень позитивной темы. Мы знаем, что в целом общественность Казахстана уже долгое время встревожена всплеском большого количества, к сожалению, насильственных случаев в отношении женщин, детей. И вот этот момент, он, в принципе, нельзя сказать, что этого не было, да, то есть, к сожалению, общество всегда подвластно вот этим негативным каким-то настроением, да, происходит сейчас большая, ну, мне кажется, вот наша победа, да, над бытовым насилием в плане того, что все-таки законы ужесточаются постепенно. Что-то меняется в этом отношении, однако, ну, мы прекрасно понимаем, что да, как были агрессоры домашние, да, так они и остаются. Вот что в этом отношении говорит социология? Может ли быть какой-то обратный эффект от того, что СМИ слишком много, ну, как бы обсуждают эту тему, и возникает какой-то вот феномен, да, того, что вот общественное сознание погружено в эту тему? Или все-таки, ну, как-то по-другому, да, эти процессы протекают? Что говорит наука? Ну, во-первых, добрый день, Анечка. Я очень благодарна за приглашение, потому что я тоже очень люблю приходить к вам, потому что это возможность поделиться действительно научным знанием, научными представлениями, предположениями о вещах, которые, в принципе, касаются всех нас. И то, как вы поставили вопрос, в общем, сразу, как бы, задает направление или вектор моего ответа. Вы сказали, что в обществе поднялась волна интереса. С одной стороны, это можно было бы рассматривать как позитивное явление, потому что всегда полезно обращать внимание на проблемы вместо того, чтобы делать вид, что их нет, и их замалчивать. То есть с этой точки зрения это, безусловно, позитивно. С другой стороны, то, как поднялось это внимание, говорит о том, что это внимание может быть недолгим. Что такой резкий всплеск интереса также быстро сойдет на нет. И на место этой проблемы придет другая проблема. Уж чего-чего проблем социальных болезней и в мире, и в стране везде хватает. И вот это как раз печалит, потому что создается впечатление, как бы ставится галочка, мы об этом поговорили, мы на это обратили внимание, мы не делаем вид, что этого нет. Но мы постепенно вытесняем это на периферию нашего сознания, на периферию наших действий, самое главное. И мы продолжаем жить так, как жили дальше. Вот этот феномен всплеска общественного внимания, он как раз в социологии хорошо известен. И он, собственно, существовал, видимо, всегда, но так как социология как-то много появилась, ну, порядка двухсот лет назад, вот это явление, оно очень сильно связано с развитием средств массовой информации. И, соответственно, социология средств массовой информации появилась еще более позднее время. То мы не можем сказать, всегда ли это было присуще человеческому обществу, но мы можем точно утверждать, что последние сто лет – это точно устойчивое явление. Появляется, происходит событие, СМИ на него быстро реагируют, быстро активизируется внимание общественности и быстро затихает. Если можно здесь сравнить, это как быстрый сахар для организма. Вот есть, да, вот говорят врачи нам, не употребляйте быстрый сахар. Он дает быстрое удовольствие, но оставляет после себя негативные последствия, а пользы, в общем, особо не приносит. Вот так и здесь. Когда мы говорим о проблемах насилия в обществе, нам нужны не громкие заголовки, нам нужны не скандальные публикации, нам нужна планомерная, системная и постоянная работа. Так, чтобы люди, составляющие наше общество, формирующие наш социум, все время держали в сознании, что есть такое зло. Не просто проблема, а есть зло. И с этим злом каждый из нас на своем рабочем месте, в своем семейном кругу, в своей бытовой жизни, должен быть готовым бороться. Ну, с точки зрения журналиста, если рассуждать об этой теме, я, конечно, могла бы отметить позитивные моменты в плане того, что, когда мы говорим, все-таки многие начинают что-то делать. То есть какие-то лоббировать законодательные поправки. Общественные организации у нас, к счастью, очень активно работают. И вот, кстати, вот в Восточно-Казахстанской области у нас появился интеграционный центр, где вот как раз комплексная работа происходит с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и женщинам помогают. Вот это очень позитивный пример того, как, скажем, не просто так он появился, потому что проблема была выявлена, она была проанализирована, и найден вот такой выход. И, к счастью, вот этот проект будет теперь, насколько я знаю, теперь под госзаказ взят и, собственно, у нас реализовываться на постоянной основе. Далее, да, если исследовать уже феномен, по какой причине бывает, ну вот если мы говорим о неком всплеске, да, вот каких-то насильственных действий в отношении слабых людей, ну вот тех, кого нельзя, да, в принципе, никого нельзя. Но если это, там, беззащитная мама с младенцем, да, если это ребенок, то мы понимаем, что здесь фокус совсем на другом, да, вопросе уже. Можно ли, например, да, вот опять же, с точки зрения науки соотнести это с каким-то периодом? К примеру, пандемия, да, ну, например, да, была ли какая-то аналитика на тему того, что вот разводов стало больше или наоборот, например, да, вот, когда люди находятся вот в какой-то ситуации, то есть какие-то социальные факторы, какие-то глобальные факторы. Вот здесь я бы хотела, если вы позволите, сказать следующее. Во-первых, действительно большое спасибо профессиональным ответственным СМИ, которые выполняют свой и профессиональный, и гражданский долг, и в этом смысле я лично вам благодарность должна выразить, потому что я считаю, что вы относитесь к не такому большому числу таких журналистов. Это первое. Второе. Внимание, которое привлекает СМИ, имеет, с моей точки зрения, два больших плюса. Первый – это тот, о котором вы сказали, что фокусирует деятельность государственных органов, государственных структур на поиске решения проблемы. И второй большой плюс – это вот эта общественная реакция, которая начинает проявляться, она дает возможность нам, социологам, увидеть реальное отношение в обществе к проблеме. То есть как на самом деле люди это оценивают, и какие категории граждан как к этому относятся. То есть дает нам богатый материал для исследований. И вот опираясь на действительно многочисленные исследования, которые проводились во всем мире, потому что это не наша уникальная проблема, и отталкиваясь от ваших слов о том, что насилие против слабых, я сразу хочу вам сказать. Собственно, когда насилие направляется против слабых, мы называем это агрессией. Когда мы видим, что какие-то активные, может быть, даже агрессивные действия направлены против сильных, мы называем это героизмом. Поэтому с этой точки зрения агрессия и насилие – они всегда против слабых. По-другому не бывает. Если мы видим, что кто-то борется с силами противостоящими или обладающими большими ресурсами, мы называем таких людей героями, способными бросить вызов. Вот Давид и Голиаф, что называются. Если говорить о том, о причинах и о факторах, которые на протяжении долгой истории человечества приводят к устойчивому существованию такого феномена, то здесь, конечно, вопрос зависимости. Слабый почему подвергается насилию? Потому что, как вы сами правильно говорите, он не может себя защитить. И что самое печальное, он не может себя переместить в безопасную среду. Или он даже не думает о том, что у него есть право и возможность себя защищать. И это все разные факторы, с которыми надо по-разному бороться. На самом деле, как это ни ужасно, именно в семьях, в этой основе, в этом котле, где рождается человеческая личность и зарождается модель отношений жертвы-агрессора. Именно из семьи насилие и агрессия приходят в общество. А потом из общества обратно в семью возвращается. То есть взращивает так называемого агрессора, поскольку человек формируется именно в семье. Совершенно верно. Совершенно верно. Во внешний мир, в макросоциальное пространство мы выходим уже достаточно сформировавшимися личностями. И основы нашей личности именно в семье закладываются. Поэтому именно в семье мы должны искать корни и причины проблемы. Если представить, что все-таки есть некие социальные факторы, то есть может быть тот самый агрессор, к примеру, помещен в позитивную социальную среду, например, и можно ли высчитать научным каким-то способом, или это в принципе не представляется возможным, что, допустим, данные социальные факторы не позволят ему или не дадут возможности, или просто ему не захочется, к примеру, стать тем самым агрессором. Либо, например, человек с изначальными, ну скажем, позитивными данными, да, то есть помещен в негативную социальную среду. То есть он потерял работу, он пристрастился на этом фоне, например, к вредным всяческим привычкам. В этот же момент, например, у жены появляется тройня, например, он понимает, что не может ее, ну и так далее, и так далее. То есть совершенно разные факторы, да. И тогда уже от того, что личность, скажем, претерпевает некий кризис, она пытается как-то вот таким образом. Я очень люблю, как вы задаете вопрос. Как известно, хороший вопрос-то уже половина ответа. Вот то, о чем вы говорите, я бы здесь только немножко сместила акценты. В отношениях жертвы-агрессор всегда две стороны. И с точки зрения научного подхода мы должны смотреть не только, какие факторы и условия приводят к тому, что человек реализует себя как агрессор, но и к тому, что человек реализует себя как жертва. То есть дело в том, что в этих отношениях всегда должны быть как минимум две стороны. И если кто-то не позволяет сделать себя жертвой, другой не может стать агрессором. Как это не парадоксально звучит, но это так. То есть даже если речь идет о маленьком ребенке? Ну, наверное, когда речь идет о маленьких детях, вот здесь эту ответственность не сформировать у ребенка модель поведения жертвы, это ответственность в первую очередь родителей или тех, кто выполняет эту функцию. Но если речь идет о взрослом дейспособном человеке, то здесь в значительной степени, да не в значительной, а на 99%, это зависит от того, насколько сам человек готов не позволить превратить себя в жертву. И в связи с этим я хотела привести вам конкретные данные совсем свежего социологического исследования. Мы это исследование проводили в течение трех лет, собирали информацию по всему Казахстану, разговаривали, задавали вопросы девушкам, студенткам. То есть это особая социальная группа, мы не случайно ее отбирали. То есть, во-первых, это будущие мамы, от которых как раз и зависит, какие модели поведенческие будут у детей формироваться. Во-вторых, это девушки с бывшим образованием, что автоматически предполагает более широкий кругозор и большую способность противостоять внешнему давлению. Финансовая независимость. То есть, да, они получат, получают профессию, которая дает им потенциально какие-то гарантии некой финансовой независимости, экономической независимости. То есть, со всех сторон, это, ну, можно сказать так, одна из наиболее защищенных социальных групп женщин в нашем обществе. И когда мы им задавали вопросы, какой они видят свою будущую семью, на каких принципах она будет построена, то мы получали очень приятные ответы. Более 70% на протяжении трех лет. Это каждый раз разные девушки были. То есть, данные нам подтверждались каждый год. Говорили, что моя будущая семья будет построена на принципах партнерства. Все важные решения для семьи мы будем принимать совместно, да, и распределять ответственность за принятые решения. Прекрасно, замечательно. Мы их спрашивали, какими вы видите свои перспективы на ближайшие, вот, ближайшие несколько лет. Они, большая часть, порядка, опять же, суммарно, порядка 70%, выбирала два разных варианта. Один из них, различаются они, скажем так, репродуктивной активностью, репродуктивной пассивностью. В одном варианте уже предполагалось наличие детей, в другом варианте наличие детей предполагалось в будущем, в планах, но не в ближайшее будущее. Что общего было в этих вариантах? Они себя характеризовали как специалистов, которые работают. То есть мы видим модель современной, образованной, экономически активной женщины, которая либо, опять же, уже имеет основание и возможность позаботиться о себе и, может быть, о своем ребенке, может быть, даже о двух детях, либо она строит перед собой, простраивает такую перспективу, еще больше упрощит свое положение и в будущем стать еще более защищенной. И пока все замечательно. Но через несколько вопросов мы спрашиваем их о том, а собираются ли они планировать рождение своих детей, то есть относиться к этому рационально. И здесь все три года мы видим ситуацию, когда нам больше половины этих девушек отвечает, что количество детей в их семье будет зависеть от стечения обстоятельств, от высших сил. Как получится. Как получится. И вот на этом фоне мы остро понимали, что этот красивый сценарий будущего, который они себе рисуют, имеет малую вероятность реализоваться. Почему? Потому что фактически они очень быстро сами себя поставят вот в это самое уязвимое положение. Они, получив образование и даже трудоустроившись, они объективно попадут в экономическую зависимость, даже не столько, может быть, потому что сами не будут зарабатывать денег, находясь в одном декрете, в другом декрете, сколько поставят в зависимость своих детей. Интересный вывод. То есть это уже, можно сказать, что безапелляционный вывод. То есть если женщина молодая, образованная, не готова брать на себя прямую ответственность за то, как и в каких условиях появятся на свет ее дети, она и себя, и своих будущих детей заранее ставит в уязвимое положение. Ну, с другой стороны, конечно, невозможно высчитать, сколько из этих девочек создаст счастливые семьи. И мы можем говорить только о намерениях, о том, насколько в целом сознание, скажем, общественности, вот данный фокус группы нацелено на рациональность или на хаотичность, скажем так. Проблема в том, что дети очень часто родятся в несчастливых семьях. Это, к сожалению, нет зависимости, что вот дети рождаются в счастливых семьях, несчастливых не рождаются. Если бы в несчастливых дети бы не рождались, мы не имели бы как раз такого объема примеров, вопиющих примеров домашнего насилия. Мы сейчас говорили о, скажем, относительно стабильной, успешной, скажем, части населения. А были ли попытки, может быть, или возможности проанализировать девочек из другой категории? У нас, к сожалению, есть девочки, которые в силу разных обстоятельств, не будем их перечислять, их великое множество, к сожалению, после школы или после вообще девятого класса, фактически, да, вот уже готов муж уже, то есть там запланировано, там чуть ли не с детства это, ну, либо как-то вот так получается, что вот все. То есть девочка фактически без образования тут же сразу уже находится в положении супруги, и все. То есть ее развитие на этом, ну, как профессионала, специалиста, да, может быть, она, конечно, будет счастлива как мама, но мы говорим о том, что экономически, да, если вот брать, да, такие суровые показатели, скажем так, вот, все, она мама, то есть там уже только семья, супруг и так далее. Если вдруг что-то происходит, не дай бог, она может оказаться в доме мамы. Да. Вы знаете, вот с одной стороны, социология работает, конечно, с процессами, работает с большими числами. Данными, да. Большими данными. С другой стороны, мы не можем не понимать, что каждый человек уникален, индивидуален, и подгонять всех под один стандарт, это очень-очень неправильно. И вот я только что говорила о том, что мы получили, ну, скажем так, несколько тревожащие нас данные в большом социологическом исследовании, а с другой стороны, я как раз хочу сказать, что в ходе своей работы я периодически беру интервью у отдельных женщин. И вот я разговаривала с одной молодой мамой такой как раз, которая, вот все, как вы сказали, все было против нее. Она одна с маленьким ребенком на руках. У нее нет поддержки со стороны семьи. Она сначала оказалась в доме мамы, потом сейчас она живет, вот снимая квартиру с маленьким ребенком. При этом разговор с ней оставил у меня такое позитивное ощущение. И я, конечно, ничего не могу сказать о том, что будет с ней и с ее дочкой в будущем. Но вот ее настрой сегодняшний ничего общего с настроем жертвы не имел. Она получает образование профессиональное. Да, не в ВУЗе, но вполне востребованное профессиональное образование. Она убеждена в своих силах, в своей способности вырастить своего ребенка в хороших условиях, дать ему хорошее образование. И она уже сейчас, ребенку нет еще года, она сейчас всерьез говорит об образовании, о том, какое оно будет, какое она хочет, чтобы оно было. Она планирует. Каким она не хочет, чтобы было образование ее ребенка. То есть там такой серьезный, взрослый, взвешенный подход. Это 19-летняя девушка. Без, еще раз говорю, какой-либо серьезной поддержки, оказавшаяся в очень сложной ситуации жизненной. Но это пример личного выбора. И поэтому, еще раз говорю... Но даже какой-то победы личной. Личной победы. Да, я от всей души желаю ей успеха, чтобы у нее все сложилось. Ну и вообще таким мамам, да? Да, да. То есть, опять же, мы должны понимать, что если на сегодняшний день вот одномоментно мы видим неблагоприятную ситуацию, это не значит, что она обязательно пойдет по какому-то негативному сценарию. Очень многое зависит от конкретного выбора конкретного человека. Ну вот в этом плане, мне кажется, возможно, я буду не права, вы меня поправите, что социология и психология, они где-то вот рядом все-таки находятся, поскольку речь идет об исследовании тех или иных процессов настроения общества, факторов, которые могут влиять на эти самые настроения. Если вот вернуться, например, к цифрам, к показателям, мы с вами уже разговаривали об исследованиях, которые велись в нашем регионе, в том числе и городским условиям, или сельским условиям, то есть как общество сосуществует и там, и там. Можно ли как-то разделить, да, что вот, например, при развитии урбанизации, например, люди становятся более коммуникативными, или наоборот, как-то более агрессивно друг к другу относятся. Были ли такие исследования, или, может быть, планируется? Ну, собственно, мы, скажем так, в некоторых аспектах эту проблему изучаем уже на протяжении долгого времени, и мы планируем, у нас есть в планах, мы надеемся, что эти планы реализуются, исследования именно казахстанских городов. Прямо вот мы фокусируемся именно на городах. Что хочу сказать? Мы произносим, опять же, слово «урбанизация все». И как нам кажется, мы все друг друга понимаем, что под этим спрятано. На самом деле все, как всегда, оказывается не так просто. Одни, ну, скажем так, с точки зрения государственных органов, урбанизация – это формальное увеличение численности городского, опять же, формально городского населения. И тогда это может происходить следующим образом. Вот есть у вас сельский пригородный район, вы присоединяете его административно к городу, и эти люди автоматически становятся горожанами. Да, и мы говорим, произошла урбанизация. На самом деле... Но, да, с точки зрения социологии, это не урбанизация, потому что урбанизация – это, в первую очередь, это не изменение названия населенного пункта, это изменение образа жизни, это изменение повседневных практик жизненных, которые человек реализует каждый день. То есть как вот человек привык там ухаживать за своим, например, стадом коров, так же он теперь уже в статусе горожанина делает то же самое. То же самое. Потому что он в том же доме живет. Он живет своего приусадебного участка, он живет в том же ритме, он ходит по тем же улицам, не очень освещенным, мягко говоря. С плохим общественным транспортом. Да, 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 пользоваться комфортным общественным транспортом и так далее. Уровень доходов его не изменился в лучшую сторону, характер труда не изменился каким-то образом. Поэтому говорить об урбанизации, как о неком автоматически все решающем факторе, ну, это очень удобно, но это очень неправильно. Потому что это ничего на самом деле нам не говорит о людях и об их образе жизни, и о их сознании, соответственно. Потому что сознание меняется только тогда, когда меняется сама практика жизненная. От того, что мы человеку сказали, что теперь ты будешь горожанином, он мыслить по-другому не начнет. И, соответственно, строить другие отношения в семье он тоже не начнет. И мы возвращаемся к началу нашего разговора, да, истоки, причины, факторы возникновения домашнего насилия. Вот. С этой точки зрения, вот само слово урбанизация, как вывеска, как название, ни на что не влияет. Влиять могут только реальные изменения. И вот здесь я на что хотела бы еще тоже обратить внимание. Мы с вами сегодня уже в разговоре употребляли понятие, я его сама использовала, счастливая и несчастливая семья. Конечно, это совершенно ненаучные термины. Вообще, семью пытаются определить, классифицировать совершенно разные субъекты, институты и всегда используют разные подходы. С точки зрения повседневной и бытовой, вот мы говорим, да, счастливая семья, там не счастливая семья, благополучная, неблагополучная. На бытовом уровне там еще какие-то могут быть слова. С точки зрения формализованной, такой бюрократической, говорят, вот полная семья, вот неполная семья. Ну или достаток, да, выше среднего или... Да, мы можем экономический подход применить. Так вот, с точки зрения социальных наук, используется вообще другая терминология, и на мой взгляд она очень важна, но она очень мало распространена и очень мало понятна людям. Сегодня в науке принято говорить функциональная, нефункциональная, дисфункциональная семья. Почему это важно? Потому что семья – это, опять же, это не вывеска, как урбанизация. Семья – это некий живой организм. И этот живой организм должен функционировать, то есть выполнять определенные функции, создавать определенный результат. В частности, важнейший результат семьи – это формирование новых личностей, личностей новых поколений с какими-то взглядами, с какими-то морально-этическими нормами, с какими-то ценностями и так далее. Правильных граждан, грубо говоря. И вот это слово «правильных», опять же, граждан или личностей, потому что граждане мы с точки зрения государства, в первую очередь, в любом случае, мы личности должны вырастать в семье. Вот это и есть критерий. Если семья функционирует так, что вырастают счастливые, свободные дети, способные раскрыть свой потенциал на благо себе лично, своих будущих семей, и на благо государства и общества, вот тут они и граждане становятся замечательные, и работники профессионалы прекрасные, и мужья, жены потом будут чудесные. Во всех смыслах. Вот тогда мы говорим, это функциональная семья. И мы ни слова не говорим, ни из кого она состоит, ни какой у нее доход. Ни в каких условиях они живут. Мы говорим только о том, как эта семья функционирует. Результат. Результат. Совершенно верно. Да, конечно. Мы можем сказать, что в некоторых условиях больше вероятность, что семья будет функциональная, а в других условиях больше вероятность, что семья будет дисфункциональная. Но опять же, просчитать варианты невозможно. Ну, некую степень вероятности мы можем высчитывать, но 100%. Ну, 100% в социальных науках вообще не бывает, потому что люди, существа непредсказуемые. Абсолютно, да. То есть совершенно спокойно может случиться так, что в семье, где очень бедно люди живут, например, или, может быть, родители развелись, там осталась только мама и ее мама, бабушка, и ребенок ухаживает, помогает, становится... Умничка, ответственная, растет, прекрасный человек. Активный, молодец и достигает хороших там каких-то результатов, социальных показателей. И в семье, да, которая там в досадке. Снаружи все будет прекрасно, а внутри будет ад. То есть вот так может случиться. Но, опять же, если мы возьмем какой-то более большой показатель, ну, та же пандемия, например, да, или, к примеру, вот, если говорить, да, про ту самую урбанизацию, да, например, село упразднили, вот, вообще упразднили, да, и получилось так, что все жители, в основном, например, молодое население, да, переезжают в город. Да. Вот они меняются, и факторы меняются, да, вот в этом плане, можно ли, ну, какую-то взять за единицу, да, ну, измерения, да, что ли, вот, они переехали в город, у них поменялось что-то, то есть, вот этот самый ребенок, который, там, например, вот в селе учился, и, ну, вот, как-то вот не получалось, а здесь он увидел, например, в городской школе, что можно же, вот, заниматься, там, какими-нибудь IT-технологиями, все, и вот, то есть, вот, какие-то такие моменты, можно прочитать? Город, конечно, предоставляет большие возможности ребенку, это безусловно, и это понимают большинство мам, опять же, с которыми мы разговаривали, но, опять же, вот, интересный, интересный факт, который мы вычислили в ходе исследования, для большинства мам, которые, безусловно, говорят, да, город, это лучшие условия, это лучшие школы, это кружки, секции и прочее, 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 для них, вот, это формирование личности ребенка, как бы, начинается со школы, и у многих занимает, они такую позицию, вот до школы лучше в селе, там чистый воздух, там лучше продукты, а, как бы, слышите, у ребенка еще ничего не происходит, поэтому можно его пока подержать там, а потом, вот потом мы его привезем в город, при этом, наукой давно доказано, что основы личности закладываются в возрасте до 5 лет, то есть, опять же, мы имеем дело с незнанием, непониманием многих вещей, но, но, вот, если говорить о факторах и критериях, которые мы сами выясняем в ходе своих исследований, очень важная вещь, с одной стороны, вот роль государства, в чем, как видится нам в этих условиях, помочь семье реализовать свои функции, то есть, если мы говорим, что семья должна быть функциональной, это не значит, что надо все свалить на семью, помочь семье быть функциональной, что это значит, вот те самые доступные кружки, секции, с жильем, да, но тут сложнее, но имеется в виду, с точки зрения условий формирования личности ребенка, вот то, что, возможности, да, не каждая семья, спортивные секции, может, да, это сделать, а вот государство может с этим помочь, вот это очень важно, бесплатные какие-то, совершенно верно, то есть не столько монетизированные пособия, которые неизвестно, как будут израсходованы, это еще исследовать надо, сколько конкретная сеть доступных услуг, необходимых ребенку, для развития, для развития, медицинских в том числе, и социальных в том числе, и образовательных в том числе, вот, чтобы у родителей об этом не, то есть, чтобы у родителей болела голова только о том, как выбрать для ребенка, куда он пойдет, а не как найти деньги на то, чтобы куда-то ребенка отдать, и не отдавать ребенка по принципу, вот на что денег хватило, туда и отдали, а не туда, куда ребенку хотелось, вот это, мне кажется, очень важная роль государства. Ну и вот, конечно, стоит сказать о менталитете, да, потому что, вот, ну, это самый особый признак, который определяет, наверное, какую-то группу населения, если взять, например, ну, Казахстан, да, мы живем в мультикультурном обществе, у нас осталось буквально вот 3 минуты до конца эфира, и хотелось бы вот самый главный вопрос задать. Вот в нашем уникальном обществе, вот есть ли какие-то базовые, те самые семейные ценности, которые вот нужно прививать? Ну, мы всегда говорим об этом, и с точки зрения науки, насколько это, скажем, адекватно вообще? Я не знаю вообще, насколько эффективно, и кто может прививать какие-то ценности, кроме родителей, кроме семьи, детям, да, честно говоря, не очень хорошо себе представляю это, участвовать в этом можно, в прививании, но, опять же, да, как мы говорим, участвовать, быть партнером семьи, это да, конечно. Что касается ценностей, опять же, надо не с детей начинать, а с родителей начинать, и здесь есть довольно простой и четкий подход. Безусловно, 99% родителей искренне убеждены, что они любят своих детей. Давайте так вот прямо скажем, да, мы никого не будем ни в чем в этом смысле обвинять, но вопрос, как кого мы любим своих детей, как будущих свободных людей, которым мы дали жизнь, и мы хотим, чтобы они прожили сами свою жизнь и выбрали эту жизнь. И наша задача лишь помочь им сориентироваться, чтобы они сами могли просчитать последствия своего выбора, который они будут делать. Или мы любим их как средство достижения собственных целей. И вот здесь, собственно, и проходит граница. Это вот та разница в ценностях родительского поведения, которые необходимо доносить до нашего населения. Здесь, наверное, стоит и сказать, да, о той самой психологии, да, о которой я постоянно говорю, о том, насколько важно самого себя изначально изучить, понять свои потребности, верно их сформировать, и уже потом, как вы правильно отметили, да, спланировать рождение ребенка, чтобы он рос в максимально здоровой обстановке. Опять же, для чего тебе этот ребенок? Для самореализации? Не потому, что сказали, и уже пора, а потому, что ты хочешь дать жизнь счастливому человеку. Да. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам большое за интересный диалог. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова